МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Верховной Рады 4-го созыва. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Мы работаем в прямом эфире, так что, если у вас есть вопросы, звоните нам по телефону 737-7310 и подключайтесь к нашему разговору. Будем очень рады вас услышать. Итак, по вашему мнению, как давно назрела необходимость открытия данного центра, в данном случае на Косовской 2Д? Ну, если честно так говорить, то единый центр по обслуживанию всех горожан наших должен был открыться в момент возникновения нашего города. Потому что это очень удобно. Но все происходило несколько иначе. И, конечно же, каждый год по мере эксплуатации города мы чувствовали ту сложность, которая возникала при обработке потребностей в социальных услугах, в производственных услугах, в рекомендательных каких-то услугах. То есть такая необходимость, она созревала. Созревала она в связи с тем, что город рос, стал миллионным городом. И все те службы, которые создали в городе 14 департаментов, естественно, для их создания использовали, ну не то чтобы случайно, а на самом деле приспособленные помещения. Эти помещения размещались в разных частях города. Все, что размещалось в центральной части города, было абсолютно недоступно для транспортных каких-то сообщений и, конечно, вызывало огромную сложность. Кроме того, чтобы вы просто понимали, помещения были ненормативные и не приспособлены для нормального обслуживания людей. И поэтому возникало огромное количество жалоб, заявлений и недовольств. Такая мысль витала и у предшествующего мэра, и, наверное, у тех, кто был до того. Но реализовать ее было достаточно сложно. И должен я сказать, что то, что сейчас реализовано, это, будем говорить, так сказать, реализация мечты. Мечты, когда можно было бы в едином центре, мы сейчас не обсуждаем конкретный центр, теоретически говорим, прийти по поводу оказания любой услуги, то ли это субсидия, а может быть просто трудоустройство, а может быть размещение бомжа, который сегодня на улице, что тоже очень важно, а может быть по получению нового паспорта. Я перечисляю все эти услуги, которые оказываются у него в здании. Что было понятно гражданам, на самом деле, вот в этом здании, которое приобрел город и превратил его в центр интеллиграционных услуг, оказывается, в одном из них помещение, просто был шокирован, 274 услуги в одном из помещений этого здания. Кроме того, надо не забывать о том, что все эти услуги нам оказывают живые люди. Их трудоустройство, их, вернее, пребывание на рабочем месте, это тоже важный аспект. Те условия, в которых они оказывались, приводили к тому, что менялся постоянно аппарат, обслуживающий персонал. Люди покидали работу, потому что невозможно было провести там весь рабочий день. Там было холодно, там было голодно, там было неудобно. И, естественно, то, что сегодня произошло, из 600 рабочих мест выглядит как суперсовременные. Где в здание вы попадаете, оно зимой обогревается, летом охлаждается. Где у вас есть возможность, если это индивидуальная беседа, прийти и с работником провести ее в отдельно взятом помещении. Помещение охраняется, есть наблюдательный пункт для того, чтобы лифты функционируют как игрушки. То есть, все то, что я увидел, например, я просто хочу, чтобы все понимали, что я не в качестве адвоката к вам прибыл. И у меня нет намерений говорить о том, что все блестящее, все, что происходит в нашем городе, ну, как бы без изъянов. Я чисто пытаюсь, как горожанин, субъективно, но выразить все-таки точку очень многих тех, кого я видел там и разговаривал с ними, находясь там. И понимаю прекрасно, что то, что сейчас сделано, это очень здорово. Посмотрите сами. Все службы 14 департаментов размещались на площади в 6 тысяч квадратных метров. Опять-таки, я повторюсь, я говорю, ненормативное помещение, подойти, подъехать невозможно. Наконец-то появилось это здание. Оно площадью 14,5-14 380 метров. Оно находится в географическом центре нашего города. То есть, равноудалено от крайних точек нашего города, что тоже очень важно. Это доступность. Рядом находится парковка, где можно разместить порядка 100 и более машиномест. Условия, при которых человек находится в ожидании оказываемой услуги, это, конечно, уровень достаточно высокий. Я избегаю слова «европейский», потому что привязанность к европейским ценностям у меня вызывает раздражение. Я бы привязался больше к библейским ценностям, где чувствуется действительно тепло и любовь, проявленная властью по отношению к отдельно взятому человеку. Где вы приходите по поводу любой услуги, вы получаете электронную бирку, вам обозначено конкретное окно, в котором будет оказана услуга, цивилизованно проводите время у табло электронного, затем через какой-то период во времени, это буквально 10-15 минут, вас вызывает, и еще несколько минут проходит для того, чтобы вы действительно могли реализовать то, ради чего вы туда пришли. Поэтому, конечно же, существовало несколько вариантов решения данной задачи. Вы знаете, когда возникла сама тема, ее же можно по-разному решать. Первое решение – это ремонт существующих помещений. Которые разбросаны по всему городу. Ремонт, на который нужно было потратить порядка 100 миллионов гривен, и не получить практически ничего, потому что они где были, возыны не там. Все бы оставались в помещении, единственное, они выглядели бы чуть лучше, появились бы там современные двери и окна, но ничего более. И этот ремонт нужно было проводить с какой-то периодичностью, потому что они тоже... Я просто сейчас вернусь к деньгам, прижмусь, это порядка 100-150 миллионов. Существовал второй вариант – найти голую площадку чистую и выстроить здание. С отводом земли, с учетом периода строительства, оснащения здания, срок примерный оказался равен 5 годам. То есть еще 5 лет нужно было уютиться в таких жалких условиях. И, наконец, третий вариант. Третий вариант – это приобрести готовые здания. Город вышел на рынок, мы вернемся, я надеюсь, к этой теме еще развернем, почему я об этом говорю отдельно. Вышел на рынок, определился с тем, что эти здания есть, приобрел, выполнил необходимый комплекс работ, и связанный и с вентиляцией, и с телефонизацией, и с охранной сигнализацией, и с лифтовым хозяйством. То есть выполнил весь комплекс спецработ, для того, чтобы сегодня это здание по всем параметрам соответствовало лучшим стандартом мировым, и действительно очень достойно могло выполнять свою функцию. Это необходимо, это не роскошь, это то, что просто нужно понимать, что это то, что необходимо было гражданам нашего города прежде всего. Без этого спокойно мог обойтись городской голова, у него с кабинетом все в порядке, и все его окружение. Но это было сделано для людей, живущих в этом городе, потому что все отчетливо понимали, что это значительное облегчение той участи при тех всех сложностях, которые сегодня все испытывают. Мы же переживаем сложнейший период. Я уже не говорю о высоких тарифах, мы не говорю о том, что в полуголодном состоянии находятся наши старики, я не говорю о том, что практически отсутствует промышленность. Я сейчас политику трогать вообще не хочу. Но если есть возможность в чем-то оказать содействие, облегчить участь, и город пошел навстречу, то я думаю, что кроме похвалы, кроме положительной оценки, я, например, другой оценки. Хотя не секрет для меня, не секрет для горожан, что есть очень многие, которые хотят использовать и эту ситуацию для того, чтобы излить свою злобу, врожденную или приобретенную, для того, чтобы рожать страсти. Ну, вы же понимаете, идеальное общество мы создать не можем, а с периода 1994 года, так уж мне повезло, когда я становился председателем мисполкома, пришла власть, которая мечтала о том, чтобы разделить этот город на несколько составных, и в этих условиях жарких боев можно было править бал. К сожалению, это сохраняется. Я хотел бы показать зрителям, что сегодня из себя представляет этот административный центр. Покажите. Не так давно там проводилась экскурсия для дипломатов, для представителей дипломатических миссий, которые у нас представлены в Одессе. И у нас подготовлен сюжет. Я попрошу сейчас режиссера показать этот сюжет, чтобы все зрители увидели, о чем мы сейчас говорим, и какие услуги там предоставляются, на каком уровне, и мнение дипломата в том числе. Открытие Центра оказания административных услуг в Одессе решило сразу несколько проблем. Во-первых, пропускная способность увеличилась в пять раз, с 3000 деситов в месяц до 15. Во-вторых, в здании Центра собраны представители множества госструктур. Так что можно получить почти любую админуслугу, по сути, не выходя из здания и за короткий срок. К тому же он расположен, по сути, в географическом центре Одессы. Мы с гордостью показываем то, что мы сделали. Мы показываем, и я уверен, что подобного я... Ну, если есть в Украине, я извинюсь. Есть центры административных услуг, красивые, хорошие в Харькове. Но центры интегрированных социальных услуг, где представляется полный комнат, где собраны под одной крышей все службы. Центр спроектирован так, чтобы быть максимально удобным для всех посетителей. Здесь предусмотрены гардеробные, уборные и все необходимое для людей с инвалидностью. Не забыли и про детей. Тут действует несколько детских комнат, которые пользуются большой популярностью и облегчают жизнь родителям. Хорошо, что есть вот для детей, где посидеть, понимаете? У нас там еще комната, детскую комнату не были? Нет, не были. Мы вот только вот здесь, на первом этаже. И вообще все очень удобно, очень комфортно. Столько столов. Люди вот все сидят, то есть каждый ждет по своему времени. Все шикарно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Безопасности тоже уделили должное внимание. В центре работает большое количество камер. И, как показывает практика, совсем не зря. К сожалению, сюда и здесь бывает и все в порядке. То есть была поймана воришка, не хочу называть, кто это. Но тоже был украден кошелек у женщины. Тут же по видео мы это обнаружили. Ребята среагировали. Вернули пропавший кошелек. На дипломатов, посетивших центр, он произвел хорошее впечатление. По их мнению, это место действительно не только выглядит современно, но и работает по всем европейским стандартам. Что я видел сегодня в СОП? На европейский стандарт. И я думаю, что так нужно быть в мире, как в всем мире, и не только в Одессе. И в Европе есть такой. И это уже один из важных шагов в Одессе. Бывая в Словакии, тоже в государственных учреждениях, я могу впервые сказать, и я горд за то, что в нашем городе появилось такое здание современное. И я горд, что здесь существуют сейчас цифровые технологии. Правда, останавливаться на этом не стоит, ведь всегда есть куда расти. И следующим шагом должен стать переход в интернет. Дипломаты, избалованные европейскими стандартами оказания административных услуг, были приятно удивлены Одесским центром. Но самое главное – это то, что он нравится и удобен Одесситам. Ну что ж, вот такой вот наш новый центр оказания административных услуг. Там действительно представлено достаточно много различных услуг, которые можно получить. Все в одном месте. И достаточно удобно. Не нужно никуда ходить. Но возникает единственный вопрос. Вот среди этих больших всех плюсов очень много грязи сегодня выливается, в том числе и на городскую власть. И не будем забывать, что заведено в том числе и уголовное дело. Ваша точка зрения на вот этот аспект? Вы знаете, для того, чтобы вылить грязь на власть, уже так сложилось, что мы любую власть ненавидим изначально, как только вообще это слово «власть» мы слышим. Поэтому ничего удивительного в этом нет. А тем более, что есть оппоненты, постоянно действующие. Я всегда говорил, что оппонент хорош тогда, когда он логичен, когда он добр, по сути. Когда он может изложить свою мысль таким образом, чтобы чувствовать в нем не злобно бросающиеся на вас животное, а человек, который пытается изменить ситуацию к лучшему. Он тогда оппонирует, и он предлагает какой-то вариант развития. Поэтому меня не удивляет наличие оппонентов. Есть оппоненты разумные, а есть просто ради того, чтобы быть оппонентами. Что касается уголовного дела, я тоже поинтересовался. Вы знаете, ко мне обратился один мой близкий человек, он юрист по образованию, генерал в прошлом, и говорит мне, какой же ляп допустил городского голова. И весь город сориентирован. Все говорят о том, что купили за бесценок, затем сами себе перепродали за большие деньги. Я могу просто так рассказать, чтобы было понятно всем на таком доступном языке. Есть же такое понятие, смешали мухи с котлетами. Я попытаюсь отделить эти мухи от котлет. На самом деле история возникновения этого центра это две истории. Одна история, это тогда, когда на этапе государственной собственности здание принадлежало государству, оно было обанкротено и за копейки продано. Это правда. И этот этап был. Отпечатки пальцев городского головы и городской власти появились тогда, когда они вышли на рынок в поисках помещения. И к первому этапу никакого отношения они не имеют. Ни к тому, что его обанкротили, ни к тому, что его продали за бесценок. Вышли на рынок, имея в виду, что необходимо помещение аналогичной площади. Собственник запросил определенные деньги. Обратились к эксперту, лицензированному эксперту, который дал оценку этой собственности. Определил ее порядка 490 долларов. Мы же все местные, мы же знаем, что именно столько и стоят сегодня объекты недвижимости. Как минимум. С этой экспертной оценкой вышли на сессию городского совета. Предложили депутатам, что есть такая собственность. Депутаты практически единогласно проголосовали и приняли коллегиальное решение о возможности и необходимости приобретения этого здания. Определились еще и с деньгами, которые необходимы на ремонт и оборудование. Это еще было 500 долларов. В целом 1000 долларов обошлось здание. Это реальная цена. Абсолютно реальная цена. На этапе того, что стал город собственником этих зданий и потратил деньги, которые определены экспертом как соответствующие и утверждены депутатским корпусом, по сути дела, больше никакой причастности к каким-то другим махинациям нет. Есть тут коррупционная составляющая? Безусловно нет. Но если смешать покупку и всему городу сказать, вы представляете, это здание вообще так, как будто оно принадлежало городу, продали за какие-то копейки, затем приобрели за разницу, а у нас же оппонирующие постоянно, поскольку они в конкретной среде и знают, как это делается, то они тут же представляют себе, как много было украдено и подсказывают новые службы НАБУ о том, что, естественно, там возникает вопрос о необходимости исследования этого вопроса. Поэтому я убежден, что это исследование не приведет к каким-то негативным последствиям, потому что уверен, что эти котлеты и мухи будут в разных котлах и будет понятно, когда город приступил, за что приобрел. Я еще раз говорю, мне, к сожалению, приходится говорить положительные слова все время в адрес городских властей, но я хочу просто всех убедить, что я не пришел сюда в роли их адвоката. Просто я по-человечески, разобравшись, я же несу ответственность, я выбирал городского голуба, но когда его допрашивают, это меня допрашивают. И я, естественно, хочу просто понять, меня предметно допрашивают или потому что необходимо допросить. И разобравшись вот сегодня, я вижу, что действительно сделали доброе, нормальное дело для горожан и очень тысячи горожан будут благодарны и понимать, что все сделано, сделано не для обогащения. В конечном итоге это же не стало собственностью городского головы, правильно? Ну да, это не его личное. Это здание, обслуживающее граждан. И оно находится в собственности городской громады. Его же никуда не унесешь. И нигде, так сказать, в офшорную зону, так сказать, не перепрячешь. Поэтому о каком хищении, о чем я вообще, я не юрист, но чисто по логике вещей, как человек, я просто не понимаю, где тут можно найти повод для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Поэтому я считаю, что надуманное, надуманное тем, кому радостно было бы сегодня обвинить, кому радостно было бы сегодня возбудить страсти, и кому радостно, чтобы в городе была не единая семья, а было как минимум две, и обязательно враждебные. Ну, такая категория есть, я ничем и помочь не могу. Вот, собственно говоря, раз мы затронули уже непосредственно мэра, то хотелось бы вашу точку зрения услышать по его работе. Не так давно он тоже отчитался о своей работе за прошлый год. Я думаю, что вы анализировали ее, вы смотрели этот отчет. Я был на этом отчете. Я был. Я думаю, что некорректно будем говорить, что это работа мэра. Это работа мэра и всего его окружения. Правильно? Всего коллектива, их же очень много у нас работников. Не безоблачно небо. То есть можно найти недостатков огромное множество. И говорит о том, что тут застройка точечная, а там еще есть какие-то вопросы связанные. Но давайте обратимся к конкретике. Мог ли хоть один парк в нашем городе еще недавно морально иметь право называть себя парком? Нет. Я утверждаю, точно нет. Я живу в районе парка Шевченко. Я видел, каким парк Шевченко был несколько лет назад. Я уже не говорю о скейт-парке, который выстроен там для детей. Я говорю просто о благоустройстве, об освещении, о элементарных вещах. Я был 8 летом председателем мисполкома и должен сказать, что мне не удалось. Ничего. Дело такого, чтобы можно было предметно гордиться. Сегодня любой парк. Это парк благоустроенный, это парк ухоженный, это парк с спортивными сооружениями. Раз. Количество выстроенных детских садов, школ, количество спортивных сооружений, количество детских площадок. Вопрос, связанный с трассой здоровья, который мы мечтали иметь от парка Шевченко до 16-й станции. Эта проблема тоже как бы решена. Очень многие, я тоже автомобилисты, жалуюсь на то, что раскопаны улицы. Я вам скажу, как в прошлом представитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Украины. Трассы водонесущие были с износом 80-85%. Что касается нашего города, то и здесь теплоноситель на 40% работал в грунт. И, конечно же, мириться с тем, что трубы менялись какими-то кусочками частично, до поры до времени, может быть, и можно было, но тоже было преступно. Потому что весь уходящий теплоноситель в грунт оплачивался нами. Он же весь входил в тариф. Поэтому город принял решение, что каждый год меняет порядка 10% на новые трубы с современной теплоизоляцией. Мы перенесем это горе. Это инвестиция в будущее. Неудобно ездить по канатной, неудобно проезжать на Мечнику, а еще по каким-то улицам, а на следующий год еще по следующему. Но в течение 10 лет таким темпом, а может этот темп будет еще и ускорен, мы получим практически новую теплотрассу, которая будет служить десятилетия, десятки лет. И, во-первых, это отразится на тарифе, это отразится на сохранении тепла, это не будет подмешивать холодную воду в теплую. У нас теплоноситель должен приходить с температурой 95 градусов, приходит еле-еле 60. Это все потому, что подпитывается холодной водой из-за того, что горячие уходят в грунт. И это все будет сделано. И люди должны с пониманием все это воспринимать. То есть, понимаете, делается действительно очень много. Очень. Я тут согласен. Я, собственно говоря, вставлю такую небольшую реплику даже. Наконец-то вспомнили о Доме Руссова. В этом году начнется... Что касается Дома Руссова, это тоже очень важно. Это то, на чем одесситы очень много говорили. Это злило очень много. Дом, который украшал дом предпринимателя Руссова, который был доходным домом, строился в конце позапрошлого века. Историческая ценность какая-то. Ну, историческая ценность там как раз... Ну, есть она, но не бог весть. Он как раз был ценен тем, в основном, вот я почитал же, поинтересовался тем, что там была аптека Гаевского. Были такие знаменитые фармацепты Гаевские. Еще его напарник. Значит, и действительно дом был в таком бесхозном состоянии долгие годы. Я не хочу сейчас касаться истории приобретения. Нет, тут вопросов нет. Значит, но город взял на себя это ответственность, сдвинулся место, приобрел и будет делать. И это очень важно. И запланировано очень много фасадов. И появление Стамбульского парка, и Греческого парка, и Колоннады, и на Приморском бульваре. И я не перечисляю... Я же хорошо знаю город, как бы так могу перечислять и перечислять. Еще раз я повторяю. Есть очень многое из того, что может быть делается не так, как хотелось бы, и не так, как моглось бы. То есть не без недостатка власть. И это все мы. Это касается каждого из нас. Я вообще хотел бы, чтобы мы все ощущали, что если в городе можно что-то сделать, то только совместными усилиями. Если так, мы выбрали кого-то, взвалили на него, а потом приходим с претензиями, говорит, он нам не додел, мы так ни к чему не придем. Сегодня как раз есть еще и программа общественный бюджет, которая позволяет каждому из одесситов что-то сделать для своего города. А самое главное, я повторюсь, чтобы мы все-таки вошли в зону библейского проживания с точки зрения, чтобы руководствовались, мы чувствуем любви и уважением друг к другу. Вот это если вернется, и мы перестанем грызть друг друга, искать крайних и виновных, а поймем, что мы по Божьим заповедям должны находиться в состоянии любви и понимания, и искать повод для любви, а не для вражды, то, думаю, мы сумеем сделать значительно больше, и сам моральный климат в городе будет другой, и понимание того, что происходит в городе, оценка будет, она тоже объективная и нормальная. Если будут какие-то недочеты, то, я думаю, что мы должны обладать правом высказать свое отношение к этому, но не для того, чтобы кого-то растерзать, а просто для того, чтобы помочь сделать так, как мы предполагаем нужно. Это очень важно. Вот этот микроклимат необходимо создать. Ведь все, что происходит, вот это, они говорят, они хотят, это же все происходит из-за того, что мы утратили вот эту суть, изначальную отношение друг к другу, а это вернуть просто крайне необходимо. И ради этого стоит работать. Это очень хорошие золотые слова, я бы сказал. И как раз к концу программы хочется, чтобы эти слова услышали все одесситы, к ним прислушались. Дай Бог. И действительно что-то изменилось в нашем любимом городе. Что ж, наше время подошло к концу. Спасибо большое, что к нам пришли. Очень интересная беседа получилась. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. Оставайтесь на телеканале Медиа Информа, не переключайтесь. И встретимся на этом канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok